Привет, с вами Дизи. Ну что, продолжается у нас подготовка к лету, к велопоездке. На сегодня я вам расскажу вот об этом чудесном рюкзаке, который у нас вот так вот, собственно говоря, выглядит. Объясню, наверное, сразу, почему я взял черный. Ну, просто потому, что он универсальный, подойдет ко всему. Если я поменяю велосипед, который сейчас у меня зеленый, на тот, который будет другого цвета, то мне не придется, собственно говоря, заморачиваться с тем, что «А вот цвет не подошел» и так далее и тому подобное, поэтому взял универсальный черный. Хотя там есть синие, по-моему, желтые и зеленые цвета. Красного жалко, нету, но это неважно. Короче, ребята, рюкзак бомба. Значит, смотрите, показываю тыльную сторону. Значит, застегивается он вот так вот, то есть на груди лямка. Потом где-то в районе пуза лямка. И, собственно говоря, вот эта вот перфорированная вещь. Я не знаю, ли это опять же проверю. Если что, в Твиттере или в Инстаграм напишу, поэтому не забывайте туда подписаться. Проверю, как вентилируется. В общем, сделано все для того, чтобы спина не потела. То есть здесь у нас вот ручка, если надо. И мне нравится то, что она по умолчанию вот сюда сложена. То есть она не торчит вот здесь, вот как непонятно что. А сюда, ну, это ткань так складывается. В общем, здесь у нас, смотрите, есть, в общем, фигня для того, чтобы ты ватерпак, или как он там называется-то, короче, мог проложить трубочку и, собственно говоря, посасывать водичку. Пока ты едешь, светоотражающие элементы, для того, чтобы тебе хорошо было видно ночью. На другой лямке у нас, собственно говоря, самое, что ни на есть, бомба. Значит, здесь чехол 5,5 дюймов смартфон. То есть, соответственно, Galaxy S7 Edge, iPhone 6S Plus сюда влезают просто потрясающе. Вот эта фигня отстегивается. То есть это очень удобно. Она отстегивается. Соответственно, вы видите, да? Крепление одно идет так, а другое вот так. Не знаю, как вернее, горизонтально, вертикально. Вот. Сюда мы, собственно говоря, можем положить еще ключи. Дальше поехали. Так, здесь я вам все показал. Собственно говоря, лямки, крепления, все регулируется. Все, собственно говоря, отлично. Дальше идем. Смотрим, что у нас здесь. Собственно говоря, вот эти вот зажимы, это для того, чтобы у тебя рюкзак не расползался. Я так понимаю, они сделаны для того, чтобы, ну вот, короче, вот так вот бах, и у тебя все тут, собственно говоря, цивильно. То есть, ничего не болтается, ничего никуда не требыхается. Собственно говоря, вот эти лямки тоже, я так понимаю, собственно, для этого. Может быть, они сделаны, кстати, еще для того, чтобы ты вот эти вот боковые карманы мог, собственно, фиксировать Потому что сюда можешь что-то засунуть А здесь так потом, оп, подтянул И, собственно, это уже отсюда не выскочит Тоже удобно Ну и для того, чтобы расширить рюкзак То есть, соответственно, если ты туда дофига нагрузил То, собственно, все это можно хорошо вложить Здесь у нас небольшой такой кармашек Ну вот он где-то вот здесь заканчивается Сюда тоже можно что-то положить Дальше еще один светоотражающий элемент Идем к самому интересному Вот сюда Здесь у нас, ребят, запрятана такая вот буйня Я долго думал, что это такое В итоге потом понял, что это ты закрепляешь, собственно, вот так вот И... да, вот так вот все правильно Вот И сюда ты можешь засунуть шлем Ну, то есть велосипедный Если ты его, допустим, надоел Я, например, вообще без него езжу Но я думаю, что в скором времени надо будет его приобрести И все это спрятано вот здесь То есть это безумно удобно Вот Прикольно Предусмотрели это очень хорошо Дальше идем Сейчас мы это все спрячем обратно Вот Я, конечно, ребята, охренел от того, сколько здесь всего в этом рюкзаке есть И сейчас я вам покажу, наверное, главную фишку этого рюкзака Которая меня прям порадовала Но в которой я пока, будем так говорить, не разобрался Так, открываем основное отделение Покажу вам, что у нас здесь В общем, вот так вот открывается Вот эти вот вещи будут крепиться об это Но что-то как-то тоже нет Короче, дождевик есть И это круто Разберемся, как с ним крепить Кто, ребята, знает, говорю еще раз Напишите в комментариях мне Потому что я пока с этим не разобрался Внутри Собственно говоря, внутри у нас вот такое вот отделение Сохранится Тут место, ну, приличное Если рюкзак еще ослабит То он надуется И будет сюда все хорошо вмещаться Влезать Далее Здесь у нас такой вот карманчик Под резиночкой Один Второй, собственно И второй карман такой глубокий Пошел во весь диаметр рюкзака Это тоже прикольно То есть, допустим, сюда можешь что-то такое положить Плоское, да И оно сохранится Это круто Поэтому как-то так Что еще, наверное, по поводу этого рюкзака можно сказать Я не знаю Я, в принципе, уже все сказал То есть, короче Вот такой, ребята, рюкзак Ссылочку на него я в описании не оставлю Потому что где я его заказывал Там, собственно говоря, его уже нет у продавца Но вы сами видите название Поэтому поищите такой рюкзак на Алиэкспрессе Стоит что-то где-то в районе полторы тысячи У нас такой, вы сами знаете, сколько будет стоить С нашими барыгами и перекупами Он будет стоить сильно дороже Рюкзак тема Поэтому для велопоездок я считаю Самое актуальное То есть тебе что-то надо Ты убрал телефон Ты положил с собой воды, например Ты взял с собой там Что-нибудь еще в дорогу Фонарик там Я не знаю, короче И все это сюда идеально поместится С вами был Дизер Подготавливаемся к велосезону К лету, собственно говоря Поэтому будем обозревать, собственно говоря Все, что пригодится для меня И то, что я буду считать нужным показать вам Подписывайтесь на все социальные сети Которые есть в описании Не забывайте пользоваться кэшбэком Возвращайте часть денег Как всегда В общем, все такое Какой кэшбэк Не буду пока говорить Потому что Ну, не занесли Я так, что-то как-то так Не забывайте про канал в Телеграме Про чат в Телеграме Про Инстаграм Про группу ВК В общем, везде До новых встреч Совсем скоро Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok